Жаркие премии и бурные дебаты. Вокруг грамматики чувашского языка бушуют настоящие шекспировские страсти. По вопросам обновления правил языка, титульные нации республики организовали круглый стол. Мнение языковедов, литераторов и ученых выслушала наша съемочная группа. Попытки создания чувашской письменности были еще в 60-е и 70-е годы 19 века. И основаны они были на русской графике. В свою очередь Иван Яковлев разработал свои правила. И Яковлевский вариант письма оказался жизнеспособным. Именно на нем строится современный чувашский кириллический алфавит. В первой половине 20 века в чувашском алфавите произошли значительные изменения. Чувашская орфография и орфоэпия сблизилась с русской. В современной чувашской письменности параллельно существуют две системы письма. Чувашская и русская. Каждая из которых подчиняется своим грамматическим правилам. Чувашская система используется в написании собственно чувашских слов, русская для заимствованных слов. Критика чувашского алфавита на русской графике имеет столетнюю историю. Сейчас некоторые ученые все чаще высказываются, что алфавит нужно пополнить новыми буквами или заменить существующие. К примеру, брать звонкие согласные. Правда, не все это мнение разделяют. От того, что интернациональные слова, еще русские слова у нас есть, поэтому эти буквы, они должны в алфавите, чувашском алфавите, мне кажется, нужно их оставить. И еще что, так как чувашский язык очень мягкий, их этих слов не было, свои вот эти мягкие согласные, они смягчают язык. И эти буквы тоже они обязаны остаться, мне кажется. Для меня это, конечно, мое мнение. За круглым столом говорили о том, что многие из предложенных нововведений только усложнят овладение навыками письма. Но, напомним, в школах Чувашии все дети изучают чувашский язык. В сельских школах как родной, в городских как второй. Тем не менее, как показывает практика, сегодняшняя ситуация по обучению детей чувашскому языку в городских школах пока еще мало способствует формированию и развитию русско-чувашского двуязычия. Галина Титарчук, Светлана Алекимова, Евгений Анисимов, Республика.